Ура! Уже каналу один год! Вау! Ну что ж, на связи Лопатсонгс Отмечаем мы уже один год моему каналу И да, я еще сдал устное собеседование на 15 баллов из 20 И вот я как раз таки затеял разговорное видео по теме одногодие моему каналу Много всего произошло за этот год И я даже не ожидал того, что я наберу почти 8 тысяч подписчиков И я вообще в прошлом об этом и не задавался вопросом Я думал, что у меня вообще будет либо 500 подписчиков или 700 И конечно, я хочу вас облагодарить о том, что спасибо за такое суммарное количество подписчиков Обнимаю, пожимаю вам руки и спасибо Ага, вы думали, что я тут буду ныть? Да, 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 да Тепло так У меня очень много подписчиков, я не знаю, что мне делать Сначала я вам сперва начну с чего у меня начинался канал У меня начинался канал с играми на мобиле Да, и как я хорошо тогда качественно монтировал Ммм, это просто белиссимо И в самом начале, когда я начинал снимать эти видео У меня были, ну, максимум Там, 30 просмотров Даже и 20 Бывало Но Однажды В одном ролике По террарии у меня выскочило Просто 200 просмотров И этот ролик был По теме Топ самых лучших оружия в террарии И тогда я ощутил то, что Я думал, что у меня прям выскочило это видео Наконец-то я Хоть чуть-чуть Наглядно был Замечен И тогда Я стал очень много снимать По теме Играм Но Из-за этого у меня просто упали просмотры И тогда По тем меркам У меня было то ли 150 подписчиков Или вообще 100 И тогда я стал снимать видео про Undertale Что-то там Как сражаться с Сансом Или там Характеристика его И так далее И там я еще снимал множество видео про игры И в один момент Я перешел на озвучку Сейчас расскажу почему И как это случилось Меня подтолкнул Один Или даже Я сам себя подтолкнул На эту идею Это был Один чел Ютубер Озвучер Который предлагал Людей для озвучки Ой пожалуйста Не спрашивайте Откуда И зачем На Вот рассказываю И я был очень заинтересован В этой Ватханалии И в тот момент У меня голос был не предназначен Для озвучек Он был слишком тихим И Писклявым Но все таки Я в команду был принят И вот я подписал Этот контракт С дьяволом И стал я делать озвучки На канале Ну не в моем канале Ну я там пробыл Ненадолго Так как Была одна ссора Я подшучивал над владельцем Канала ютуба И его просто сбесил И он меня просто забанил И на этом работа Над каналом Было закрыто И вдруг Я Очухался Что Блять Я тоже могу Делать озвучки Возьму я телефон И И все Готово И с этого момента Я стал Делать озвучки Хе-хе Да И на тот момент У меня еще не было Микрофона Началась Вся карьера С шурцах Как я озвучивал Комиксы Как я Странный Голос Папайроса Делал Ну извините меня И я заметил Что у меня Просмотры Поднимаются Ну стали Подниматься На тысячу На две или на три И я На тот момент Обрадовался И еще Мое количество Подписчиков Стало Намного Больше 300 350 Ох Какая сумма Я Начал Озвучивать Комиксы Анимации Пандертейл Ну Насчет Анимации Я лучше промолчу Так как это просто Придятина Я радовался Подписчики Идут Ко мне Просмотры Летят Была работа Горячей Я радовался Плясал И что только Я не делал И так я пилил Шорцы С озвучками И все И потом Пришла идея Я решил Делать Озвучки По анимациям Андертейла И тогда Было все хорошо Прекрасно Даже На видео Было Четыре косаря Или пять Ну Это добром не кончилось Вскоре Осенью У меня Сильно упал Актив Но У меня сейчас Тоже актива Никакого И тогда Были просмотры Сто Пятьдесят Шестьдесят Восемьдесят Я Сильно Расстроился Очень Дело У меня даже Не было настроения Делать озвучки И я задумался Смысл их делать И да На тот момент У меня был Косарь Подписчиков Ура Но все таки Было грустно Тогда А И так же Я делал Другие озвучки По другим темам Вау Разнообразие И в один момент я перезалил озвучку мою в шортс. И вдруг... БАМС! 11 тысяч! ЕБАЧ! ОТКУДА! И наконец-то мой актив на канале как-то возрос. Я стал перезаливать озвучки в шортсы. И я даже радовался. Я нашел эту жилу. И до всей поры я этот канал и рулю. Вот вся краткая история о моем канале. Теперь я сейчас вам скажу, что будет на этом канале. На этом канале будут также и по другим темам озвучки. И также я хочу вам обсудить одну тему. В моей команде очень мало людей. Я ищу голоса. Женские. А еще другие голоса. Пожалуйста, пишите мне. Я вас ищу. Ага, как всегда наебал. Ха-ха-ха. Вы думаете, я такой ныть? Я отрую вас нахуй. Ладно, сейчас без шуток. Недавно я ощутил надоедливость по отношению Андертейла. Да, вы только меня знаете именно по озвучкам, скелетобратьев и много всего. Но мое отношение к Андертейлу уже надоело. Оно просто напросто исчезло. Я просто тупо делаю контент как робот и выкладываю на ютуб, получаю просмотры подписчиков. А о себе ничего не говорю. И также мне стало бесить фан-базы имена Андертейла. На самом деле я другой совсем человек. Я фанатею от других совсем игр. Они мне больше по душе и даже очень прекрасны. По-настоящему я фанатею от Nucleotron от Dead Cells Бротата Hotline Miami Katana Zero Super Meat Boy The Binding of Isaac Slyther Spire Don't Starve и Don't Starve Together Gun Gods Gun Gods конечно похож на геймплей Дума но его стилистика враги очень хорошо сделана. Также игры Enter the Gungeon Hollow Knight Star Diwali Ну ладно так уж быть добавлю в этот список Террария. Вот от этих игр я очень сильно фанатею чем Undertale. Эти игры вдохновляют своим сюжетом своей стилистикой геймингом также впечатляемостью и очень меня впечатляет тогда когда в игре есть хоть какой-то интерес когда ты погружаешься в эту игру и ты наслаждаешься ею ты думаешь ты выбираешь вещи ты думаешь это имбовая вещь а на самом деле это просто дерьмо ты делаешь попытки множество множество раз и поэтому я очень сильно зациклен на рогаликах мне нравится рандомная генерация мне нравится экспериментировать делать множество множество попыток чтобы достичь своей цели и ты потом радуешься типа ура ты прошел игру и как я восхищаюсь этой игрой что насчет андертейла это простая инди игра в которой ходишь подбираешь вещи разговариваешь с поселенцами подземного мира встречаешь эмоциональных существ и можешь только пройти на три пути сюжет очень интересный но эта игра предназначена только для три раза чтобы пройти эти концовки и все хотя эта игра многому чего учит преподает урок как поступать с людьми и какой ты выберешь свой путь либо быть самым добродушным человеком или быть жадной кровожадной скотиной и даже есть намек в андертейле когда ты проходишь путь геноцида то у тебя встречается в конце чара которая тебя убивает это намек на то что просто тот человек который всех убивал он просто убит внутри и просто на этом игра и заканчивает и то же время пацифиста когда ты разговариваешь со всеми очень добро относишься к ним и даже если они тебе угрожают ты все равно им не отвечаешь тем же также мы не оценили концовку нейтрала когда ты ощущаешь себя владыкой когда ты решаешь судьбу того существа с которым ты хочешь либо пощадить либо покончить с ней вот и вся мораль в этом андертейле и что касается именно про меня почему он меня сильно надоел для меня эта фан база стала неприятной для меня она очень странная андертейл еще живет долгие годы 9 лет уже а он все расцветает и расцветает из-за этой крупной фан базы становится как-то жалко когда ты видишь андертейл ты очень сильно расстраиваешься при таком случае когда у тебя может ты фанатеешь от другой совсем игры хотя актива от этой игры уже давно исчерпался и при этом очень становится обидно еще я обсужу на тему других людей которые делают контент по андертейлу они кажутся слишком милыми жилюбными которые не думают что будет дальше делают контент повышают свои просмотры повышают количество своих подписчиков и из-за этого они становятся сильно популярны по одной теме но я не хочу быть популярным именно из-за этой темы я хочу делать простой контент озвучки по другим темам или возвратить контент на тему игр мне больше всего это сильно вдохновляет появляется интерес появляется любопытство ты узнаешь что-то новое об игре интересные факты и много чего так что я думаю еще над уходом фан-базы именно Undertale ну и на этой ноте я заканчиваю это разговорное видео так как я об этом уже давно хотел сказать извиняйте конечно за это но это искреннее честное мнение о том что происходит сейчас у меня всем до встречи пока и пожелаю вам удачи я погнал но хей я узнал об этом канале его постой вдохновил меня тоже делать озвучки спасибо огромное